Кумертау прошли чистые игры. Главная цель этого экологического квеста убрать обширную территорию и сделать это в игровой форме. Поступило предложение от фонда развития моногородов о том, чтобы провести на базе моногородов такой проект, поучаствовать в проекте «Чистые игры». Мы ознакомились с этим проектом администрации города, выяснили все тонкости, нюансы, поняли, что это современная обработка наших давно известных и всеми любимых субботниковых, массовых, которые, наверное, давно уже так не проводились и, конечно, решили поучаствовать. Событие получилось по-настоящему масштабным. Предприятия и учреждения города представили команды минимум из трех человек. Пять, четыре, три, два, один, вперед! На уборку! Кумертау сделаем чистым! Мусор в лесопарковой зоне собирали представители городской администрации, заводчане, библиотекари, воспитатели и многие другие. Общая цель по-настоящему сплотила горожан уже на старте, когда команды обсуждали свои маршруты. По ходу игры у участников сохранялся боевой настрой. У каждой команды было свое название и отличительные знаки. Барсуки, потому что у нас фамилия Барсученко. Хирурги, потому что мы с Маячного и прооперировали уже на Маячном, привезли свой мусор, хотим его тоже сдать. Команда Барсуки-хирурги из села Маячное не просто принимает участие в квесте, но и призывает обратить внимание на свои насущные проблемы. По словам участников, в селе не хватает специальных контейнеров для сбора пластиковых бутылок, хотя потребность в них сильно выросла. Некоторые участники пришли на чистые игры совсем не для победы. Там мне не важно сколько баллов, мне самое главное, чтобы чище было в парке. Я бы еще и расширил немножко зону действия уборки, то есть и к роднику бы очистил все эти тропинки. Лозунг чистых игр «Пришел, очистил, победил». Первый квест прошел в Ленобласти в 2014 году. С тех пор количество организаторов и участников по всему миру постоянно растет. На момент проведения игры в Кумертау уже было проведено более 270 таких квестов. Но в Башкортостане это первый опыт. Роман Бекулов, Артем Беляев, телекомпания АРИС.